Каталония вновь одна из самых горячих точек на карте Европы. Накануне в ходе столкновения демонстрантов с полицией, вспыхнувших после акции протеста, пострадали 53 человека. Третий из них полицейские. Жители мятежного региона Испании протестовали против судебного процесса над региональными сепаратистскими политиками. Митинги начались накануне утром по всей Каталонии и проходили в рамках всеобщей забастовки. Сам судебный процесс, из-за которого сторонники независимости Каталонии вышли на улицы, начался 12 февраля, перед Верховным судом Испании предстали 12 фигурантов, в том числе бывший заместитель главы правительства Каталонии. Слушания могут продлиться несколько месяцев, а приговор в таком случае вынесут летом. Прокуратура Испании обвиняет часть проходящих по делу политиков в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств. Гособвинение просит для них до 25 лет тюрьмы. В свою очередь сторонники независимости Каталонии требуют освободить бывших руководителей региона. Сейчас к нам по скайпу, к нашему эфиру присоединяется Александр Тишков, житель Каталонии. Александр, я приветствую вас. Слышите ли вы студию RTVI? Да, Тихон, добрый день. Да, добрый день, добрый вечер. Я признателен, что вы нашли время пообщаться с нами в эфире. Давайте прежде всего вы принимаете участие в этих выступлениях или смотрите на них со стороны. Я смотрю на них со стороны. Вообще эти картинки, которые сейчас показывали, я первый раз увидел. Скажите, если в целом говорить про происходящее, какой город можно назвать центром этих выступлений? Это Барселона, это Жирона или они в равной степени проходят повсюду? Ну, это, конечно, Барселона, но поскольку Барселона город большой, можно в эти дни было находиться в городе и вообще ничего не заметить. Ну, то есть, если ты случайно не оказываешься в местах, где, собственно, проходили манифестации, город обычной жизнью жил. А вы живете в Барселоне? Да. Насколько эти настроения массовые, если не говорить даже про демонстрации, про демонстрации, а вообще про то, что обсуждается, это по-прежнему острая тема или накал страстей? Например, по сравнению с осенью 2017 года, когда был приведен референдум о независимости, накал страстей несколько спал. Да, я бы сказал, что серьезно спал, потому что вчера, собственно, с чем эти события были связаны? С началом судебных разбирательств. И вчера, собственно, это была всеобщая забастовка, но она была всеобщей, потому что даже те люди, которые год назад еще, например, поддерживали забастовку, связанную с применением силы полиции во время референдума, вот эти люди вчера, я знаю многих людей, кто в прошлом году участвовали, поддержали забастовку, а вчера они были на работе. А почему? Почему изменились настроения? Потому что устали от этой повестки. Устали, потому что ничего не происходит и не меняется? Ну, так скажем, что есть какая-то очень активная ячейка, которая, это такие группировки районные, так скажем, которые действительно сепаратистски настроены, готовы выходить на демонстрации, перекрывать улицы, готовы целыми днями на улице стоять. Есть люди сочувствующие, которые понимают, откуда вообще вся эта тема возникла, с чем она связана и так далее. Но они, это не активные сторонники отделения от Каталонии, а скорее просто люди, у которых есть такие знакомые. В прошлом году они, например, пострадали в ходе столкновений с полицией. И, конечно, люди были готовы поддержать, что мы против насилия. Но людей, которые активно выступают за отделение Каталонии, их, конечно, ну, по крайней мере, в Барселоне, их меньшинство. Что ж, спасибо. Благодарю вас на прямой связи. По скайпу с московской студией РТВ был Александр Тишков, житель Барселоны. А здесь, в нашей студии, я рад приветствовать Георгий Филатов, научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований и института всеобщей истории РАН. Добрый вечер, спасибо, что приехали. Добрый вечер, спасибо, что пригласили. Скажите, давайте сперва про выступления вчерашние. Вам кажется, правительство Испании будет как-то на них реагировать? Или выступление и выступление? Я думаю, что какой-то особой реакции, на мой взгляд, не будет. Потому что, ну, например, если вообще открыть просто испанскую прессу, не каталонскую, то вот тех страшных картинок, которые видели мы и зрители на телеканалах, то их там, ну, не будет на первой полосе. Не тема номер один. Не тема номер один. Тема номер один сейчас является подготовка к выборам, которые будут 28 апреля. То есть, потому что, как правильно вот отметил Александр, которого мы только что услышали, люди уже немножко подустали от Каталонии. И да, действительно, ну, просто они довольно периодически происходят. Иногда со столкновениями, иногда без столкновений. Но мне кажется, что специальной реакции правительства, ну, какой-то особой в связи с этим не будет. Ну, то есть, какой-то, опять же, в каком-то смысле повторю вопрос, который Александр задавал. Накал страсти уже не тот. Уже не тот. Потому что уже вот провозгласили независимость. Уже люди проголосовали. Уже мои знакомые, которые вот в Каталонии, которые активно участвовали в организации, они, ну, скажем так, сделали героические шаги для того, чтобы что-то сделать. И ничего не получилось. И как бы правительство Испании было жестко, ответило, прекратило автономию, провело новые выборы. И как-то нет смысла дальше бороться. То есть, действительно, есть люди, которые борются. Много людей считают, что Каталония должна получить независимость. Все равно это держится больше там около 45-50 процентов, говорит. Но другая половина говорит, что она должна остаться в составе Испании. И вот эти вот колебания, как бы все к этому привыкают, все устают. И все уже перестают понимать смысл и понимать, а как же этого можно достичь. И поэтому вот такая поддержка, широкая какая была, она тоже потихонечку улетучивается. А смысл изначальный, например, что говорят ваши знакомые? Это поддержка реальной независимости, отделения? Или все же это, скажем так, демонстрация некой культурной, что ли, скажем так, самости? Да, мы есть, мы такие. Ну, все зависит от того, с какими моими знакомыми общаться. Потому что у меня есть знакомые в Каталонии, которые ярые члены сепаратистских партий. Они, соответственно, говорят, что Каталония – это нация, которую ущемляют испанцы, высасывают все соки и так далее. Другие говорят, что, ну, вообще, мы неплохо живем, и в составе Испании нам неплохо. То есть, это вопрос того, кому обращаться, кому задавать вопросы. Ну, просто в большей степени меня, если лично говорить, у меня всегда вызывает большое удивление разговоры о границах в 2019 году. И о смене границ в Европе. Особенно в Европе, где есть Европейский Союз, где границ, как таковых, нет. И отделение в этом смысле выглядит каким-то рудиментом, что ли? Ну, проблема в том, что для некоторых людей это действительно важно. И для некоторых людей, ну, тоже, что, мне кажется, немножко, может быть, архаичным. Для многих каталонцев очень важно, чтобы их назвали нацией. Потому что испанская конституция запрещает называться нацией, кроме как испанской. То есть, есть национальности, ну, там, как бы, национализм по-испански, это можно быть. А вот национ, нация, она только одна, она испанская. А для каталонцев, есть каталонцы, для которых это важно. Но это такой идеологический момент. С другой стороны, я лично усматриваю весь процесс каталонской независимости, вот этот сепаратизм, связанный с экономическим кризисом в Испании. В Каталонии была большая безработица, она была примерно такой же, как в Испании. То есть 25-24% людей, которые в работе... 25%? Ну, примерно там в Каталонии было 23%. Довольно значительно. Четверть рабочего населения было без работы. И вот на фоне этого как бы росло недовольство. Оно было по всей Испании. Поэтому поднимались такие партии, как, например, Падемос. Левая, ну такая популистская, вот она тоже вошла, она заняла там третье, четвертое место. Но в Каталонии вот это недовольство выросло... Прошу прощения, вспоминая свои уроки испанского, Падемос ведь можем. Можем, да. И вот они говорили, что мы можем побороть вот эту систему и так далее. Но в Каталонии недовольство, оно как-то канализировалось, пошло по руслу. Его перехватили вот эти вот партии, которые сказали, нам надо... Мы решим проблемы, если... Если отделимся. Отделимся. Это непонятно как, потому что благополучие Каталонии во многом... Она финансовый центр, финансовый центр, ей удается быть таким финансовым центром, потому что она находится в Европейском Союзе, как и Испания, потому что свобода движения капитала, людей и так далее, и так далее. Если она выйдет, она все это потеряет, непонятно, как это все будет происходить. И вот как бы вот этот вот экономический момент, недовольство населения, он как бы канализировался вот в то, что люди нашли ответ, что надо отделиться от Испании. И половина Каталонии действительно, ну, вот так вот считает. Но вторая половина считает, что надо бы остаться в Испании. Скажите, а возможен ли какой-то компромисс, какой-то шаг со стороны правительства Испании, например, в том, что касается нации и возможности каталонцам официально называться отдельной нацией? Да, вот я думаю, что компромисс возможен. Потому что сейчас, ну, как бы на данный момент, когда у власти социалисты, он возможен. Потому что они не так жестко держатся за какие-то идеологические моменты, вот связанные с нацией и так далее. Но проблема в том, что сейчас в Каталонии большинство парламентов составляют сепаратистские партии, которые вот сделали ставку на вот отделение, их товарищи сидят и их судят, они их считают политическими заключенными. И как бы отказ от идеи независимости может быть неправильно истолкован избирателями, которые голосуют за вот эти сепаратистские партии. Поэтому вот в данный момент, если раньше, до мая, когда было правительство правых, мне казалось, я считал, что основная проблема в... Ну, кто препятствует компромиссу, это как раз правительство Мадрида, то, на мой взгляд, сейчас основная проблема... Теперь препятствует Барселону. Да, потому что для них уже... Ну, они не могут сделать шаг назад. Вот то правительство, которое сейчас. Хотя, конечно же, если пройдут перевыборы, то, может быть, победят другие партии в выборах в Каталоне. Но это будет не скоро. И тогда возможен компромисс. То есть тут сейчас вопрос в том, что неуступчивость, наверное, по всей видимости, каталонских... Но если говорить о компромиссе, то никакого компромисса в отношении этих самых 12 подсудимых ждать не следует. И все будет по жесткой букве закона. Да, это было продемонстрировано. Но это стоило вот эту вот жесткость. Это стоило тому, что нынешнему правительству пришлось объявить выборы. Потому что каталонцы, по всей видимости, в общем-то очевидно, что в связи с этим они проголосовали против бюджета утверждения. В результате правительству пришлось проводить новые выборы. То есть это как бы шаг... У каталонских политиков есть рычаги давления на Мадрид. Но сам процесс, история жесткий до 25 лет, то, что просят для некоторых из подсудимых, это стремление показать, вот так вот будет, если вы всерьез будете стараться отделиться? Да, 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 да. Это как бы вот показать всем, потому что есть еще потенциальные, ну как бы там, ну в стране Басков, но сейчас там как бы все очень утихло. Но показать, что Мадрид, среди прочего, он вот не потерпит вот такого одностороннего, таких шагов, которые приравниваются к бунту, выступлению против власти. Показать всем, что вот оно будет вот так вот, если будете поступать плохо. Надо все в рамках переговоров. Я вот сейчас немножко в сторону отойдем, почему-то я сейчас об этом задумался. Мы здесь буквально несколько дней назад в этой же студии обсуждали очередную, уже 11-ю годовщину провозглашения независимости Косово, Косовским парламентом. И вот сейчас, говоря с вами, я задумался, а Испания, Испания признала независимость Косово? Нет, Испания одна из тех стран, которая как раз не признает по объективным причинам. То есть, соответственно, во всех подобных вопросах Испания не поддерживает, поскольку... Да, из-за своих проблем. Из-за своих историй. Скажите, эти выборы, которые будут в конце апреля, там тема Каталонии, она является какой-то значимой? Или экономика, политика, то есть еще что-то? Или же потом тема Каталонии? Тема Каталонии, конечно же, важна, потому что представительство религиональных партий, вот тех сепаратистских партий, которые вот сейчас утопили, можно сказать, вынудили правительство пойти на новые выборы, оно значимо. Значимо оно еще и по-другому, потому что каталонский кризис, он привел в определенном смысле к усилению правых. Потому что вот партия ВОКС, которую называют ультраправой партией, она неожиданно показала в Ангелуси, которая всегда была полостом социалистов, она получила 12 мест, 10% она получила. И сейчас во всей Испании вопросы показывают, что эта партия получит 10%, не очень много, но именно эти голоса, по всей видимости, делают так, что власти снова вернутся правые. А это ультраправая партия такого вот этого венгерского типа? Ну да, они вот говорят, что нам государство автономии, широкая автономия Каталонии, страны басков, это все надо отменить. Франк надо этого, ну как бы его лучше не трогать, иммигрантов, соответственно, не надо пускать и так далее. То есть это вот в таком формате. Ну то есть это вот этот вот ультраправый популистский тренд, скажем так, который мы наблюдаем во многих странах. Совершенно верно. Просто важно, еще возвращаясь к вопросу про Каталонию, что как раз количество испанцев, которые обеспокоены этой проблемой, по данным вопросам общественного мнения, примерно 7-10 процентов, но это примерно столько же, сколько примерно проголосуют за эту партию ВОКС. То есть это имеет значение до сих пор. Конечно, как бы в момент кризиса там 20-25 процентов беспокоилось Каталонии, то есть это они ставили в рамках трех самых важных проблем Испании. Сейчас 10, но это как раз те вот 10 процентов, которые это коррелирует с тем количеством, которые проголосуют за вот эту ультраправую. И вот эти голоса, отданные за ультраправую, по всей видимости, приведут к власти снова коалицию правых. Народные партии, граждан и ВОКС. Вот это вот коалиция. И, соответственно, никаких тогда компромиссов, послаблений в каталонском вопросе ждать? Вряд ли. Вряд ли, потому что вот такая ситуация, да, это как бы... С другой стороны, как бы те лидеры, которые придут, они уже не будут связаны с такой жесткой позицией, которую вынужден был взять Рахой. Может быть, они что-то изменить, потому что вот, например, граждане, которые вот вторая партия в этой коалиции, она вообще каталонская партия. И в Каталонии, в парламенте у нее большинство. Но потому что коалиция сепаратистских партий, у них большинство мест в общей сложности, она поэтому, как бы, имея большинство собственной представительности, она не может сформировать правительство. Она намного более умеренная, чем даже народная партия, которую отстранили от власти в мае. Но, как бы, вот как она сложится, к сожалению, мы точно вообще не можем себе представить. Но вот позиция ВОКС, она, конечно, такая вот очень жесткая. Может, она, конечно, станет легче, когда они займут парламентские места, потому что... Но во время предвыборной кампании вряд ли. Во время, да. Но после радикальные партии имеют тенденцию к, скажем так, облегчению своей позиции, как вот то, что произошло как раз с Падемос. Они стали более мейнстримовские, более простыми и так далее. Спасибо. Благодарю вас за этот очень интересный рассказ. Георгий Филатов, научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований института «Всеобщая история Ирана». Мы говорили о дебатах и дискуссии вокруг возможности независимости Каталонии, где накануне проходили акции протеста. Правда, как вот мы в ходе разговора сейчас установили, вряд ли на эти акции протеста какое-то серьезное внимание испанское правительство будет обращать. Продолжение следует...